Николай занимает квартиру в доме 532 на станции Дивизионная, что называется по факту, не имея на это никаких документов. За более чем 10 лет он превратил жилье своей погибшей подруги в рассадник инфекций, предстанище для собутыльников и в банальную мусорку. В прошлом у Николая была семья и двое детей, однако обстоятельства вынудили его уйти от них. А я как мог? Я больше не могу с ней жить. Ну я сходил лотать пешком, но раньше ноги-то у меня ходили. Обратно прохожу, мне дочка говорит, папа, извините за выражение, а мама говорит, дядя спала. Я говорю, как? Я говорю, а где спали? А он там на полугу-то возле печки. После нашего сюжета, по информации администрации советского района, Николая забрали в реабилитационный центр. Однако уже спустя пару дней он вернулся в бесхозную квартиру и затопил соседей. Наши сотрудники отдела жилья направили запрос в комитет по имуществу о рассмотрении возможности принятия указанной квартиры в муниципальную собственность. А как долго эта проблема будет рассматриваться с распределением квартиры? Ну мы же еще не говорим пока, что мы ее точно заберем. Квартира, понятно, что без собственников, на нее претендентов нет, кроме вот этого товарища. На следующей неделе у нас понимание будет, что дальше делать. Мы проговорили сегодня с управляющей организацией, что мы его сейчас еще раз в шанс поместим и постараемся ограничить доступ. А к детям, к детям хотели бы вернуться? Хотел, конечно. Чтобы с ними жить, а не в этой квартире? Да. Я хочу вернуться в Казахстан. А как я могу вернуться? Сын Николая Андрей живет в Казахстане, а дочь Наталья на Алтае. Мы начали поиски родных Николая, поэтому если у вас есть знакомые из этих мест, поделитесь с ними этим сюжетом. Давайте вместе поможем Николаю начать новую жизнь, а его соседям вернуть покой. Александр Гостев, телекомпания АТВ.